Глубоко уважаемый Геннадий Захарович, глубоко уважаемые коллеги, для меня большая честь выступать перед вами на мероприятии такого высокого научного уровня. Я постараюсь справиться со своей задачей. Определение хронического риносинусита всем известно. Это воспаление слизистой оболочки около носовых пазух и полости носа длительностью больше 12 недель, сопровождающейся заложенностью носа, затруднением носового дыхания, выделениями из носа. Также может присутствовать головная боль, снижение или потеря обоняния. Не буду останавливаться на этиологии и патогенезе заболевания. Скажу лишь, что по современным взглядам хронический риносинусит является прежде всего воспалительным заболеванием. И роль инфекции не ясна. При культуральном исследовании определяется рост как аэробной, так и анаэробной микрофлоры. Однако, играет ли эта флора роль в развитии симптомов заболевания, либо является просто безвредными колонизаторами, неизвестно. Ранее считалось, что хронический риносинусит имеет инфекционную этиологию. Но теперь это заболевание рассматривают как воспаление верхних дыхательных путей. По аналогии с бронхиальной астмой. Существуют два фенотипа хронического риносинусита. Это хронический риносинусит без полипов, в основе которого лежит нейтрофильное воспаление. Происходит активация тейхелперов первого типа с продукцией определенных медиаторов. Напротив, при хроническом риносинусите с полипами происходит активация тейхелперов второго типа и гиперпродукция несколько иных интерлекинов и эозинофильного катионного протеина. В 2013 году был опубликован очень серьезный обзор по использованию антимикробных средств в лечении хронического риносинусита. И были получены очень интересные данные. Оказывается, в большинстве случаев антибактериальная терапия при хроническом риносинусите не показана. Это касается топических антимикробных средств и места антибиотиков в лечении хронического риносинусита. Это короткие пероральные курсы антибиотиков, а также лечение макролидами. Очень парадоксально, что существует очень мало работ, посвященных применению антибиотиков при обострении хронического риносинусита. Хотя в нашей ежедневной практике мы рутинно проводим такие курсы лечения. Под обострением хронического риносинусита понимают внезапное ухудшение существующих симптомов заболевания, либо появление новых. При обострении хронического риносинусита очень часто высеваются бактерии, типичные для острого риносинусита. И лечение проводится по аналогии с острым риносинуситом, интраназальными глюкокортикостероидами и антибиотиками в зависимости от тяжести симптомов. Также в этом случае бывает очень полезным учет чувствительности микрофлоры к антибиотикам. При обострении хронического риносинусита назначают короткий курс антибиотиков. Обычно они длятся от 12 до 15 дней. И применяют те же препараты по аналогии с острым риносинуситом. Препараты пенициллинового ряда, цефалоспорины 2-3 поколений, макролиды. В качестве препаратов резерва могут применяться респираторные фторхиналоны. Очень важно отметить, что рекомендуется применять пероральные формы препаратов, а внутривенное ведение не должно использоваться в рутинной практике и может быть использоваться только для пациентов со сложнениями, орбитальными, интракраниальными и остеитом в условиях стационара. Но внутримышечный путь даже не был исследован. Дальше речь пойдет о причинах, которые не связаны с прямым антибактериальным действием препаратов. Уже давно было отмечено, что некоторые антибиотики обладают собственным противовоспалительным эффектом. И этот эффект не имеет ничего общего с прямым антибактериальным действием. Таким эффектом обладают 14-членные макролиды, эритромицин, клоритромицин, ирокситромицин, а также препарат тетрациклинового ряда доксициклин. Эти противовоспалительные эффекты макролидов не являются какими-то мифическими. Они очень определенные, и они были показаны в большом количестве исследований инвитро и инвива. И сейчас ведется работа даже по созданию макролидного антибиотика, лишенного прямого антибактериального действия, который будет применяться только с целью снятия воспаления и иммуномодулирующего действия. Макролидные антибиотики, 14-членные, о которых я сказала, угнетают продукцию провоспалительных цитокинов. В свою очередь, они снижают аезинофильное воспаление, также снижают нейтрофильное воспаление. Все это, как я уже сказала, подтверждено в многочисленных исследованиях. Противовоспалительное действие доксициклина было исследовано в одном, но очень серьезном мультицентровом плацебо-контролируемом исследовании, в котором было показано, что применение доксициклина в течение 20 дней снижает уровень мейлопероксидазы, эозинофильного катионного протеина и еще некоторых медиаторов воспаления в назальном секрете при полипозном риносинусите. Третья причина – это улучшение эндоскопической картины и симптомов при хроническом риносинусите без полипов. Мы не имеем собственного систематического опыта применения макролидов при хроническом синусите без полипов, поэтому я привожу слайды нашего японского коллеги, где без всякой операции, просто на фоне приема длительного макролидов улучшаются клинические симптомы и рентгенологическая картина состояния околоносовых пазух. Было опубликовано три плацебо-контролируемых исследования, в двух из которых получены определенные положительные результаты, в одном был получен негативный результат, но стоит отметить, что в этом исследовании использовался азитромицин, это 15-членный макролид, он не совсем подходит для такого рода терапии. И также тут очень много вопросов к дозировке и к дизайну исследования. На основании этих трех исследований, а также 22 открытых исследований, международный консенсусный документ по риносинуситам, ICOS, на который сейчас мы в основном иссылаемся, делает вывод о том, что с силой доказательности ЮБЭ, длительная терапия макролидами при хроническом риносинусите без полипов улучшает эндоскопическую картину и некоторые симптомы, в частности у пациентов без повышения IGE-сыворотки. И эффективность такого лечения сопоставима с лечением интраназальными кортикостероидами. Но после завершения терапии эффект, как правильно, непродолжительный, что длительная терапия макролидами может использоваться как опция при лечении хронического риносинусита без полипов. Также в ряде исследований была получена эффективность антибиотиков при полипозном риносинусите. Возвращаясь к исследованию из Гента, где для лечения назального полипоза был применен доксициклин, хочется отметить, что влияние доксициклина на полипы было не таким быстрым, как влияние метилпринезолона. Однако на 20-й день терапии эффективность лечения сравнялась и продолжалась в течение 3 месяцев. Таким образом было доказано, что по действиям доксициклина уменьшался размер полипов. Также очень интересное исследование, в котором было показано дозозависимое ингибирование пролиферации фибробластов под действием рокситромицина. То есть макролиды также затормаживают рост полипов. Нами было проведено собственное исследование. Оно стало одним из множества работ, посвященных влиянию макролидов на хронический риносинусит с полипами. Это одно из двух рандомизированных исследований, в котором мы изучили эффективность и безопасность 3-х и 6-ти месячных курсов длительной терапии низкими дозами кларитромицином в плане предотвращения раннего рецидива заболевания после эндоскопической операции. В исследование были включены 66 пациентов, которые были рандомизированы на 3 группы. Пациенты 1-й группы получали кларитромицин в дозировке 250 мг в сутки в течение 3-х месяцев. Пациенты 2-й группы сразу после операции получали кларитромицин в течение 3-х месяцев. И пациенты 3-й группы не получали терапию кларитромицином. Естественно, все пациенты получали интраназально кортикостероид, аметазонофурат, дозировки 400 микрограмм в сутки. Для оценки симптомов мы использовали субъективные и объективные методы исследования. И результат такой, что достоверное улучшение отмечалось в группах, где пациенты принимали антибиотик, по сравнению с группой контроля. Статистически значимая разница отмечалась по большинству из параметров. Правда, не на каждом визите, но на большинстве визитов. И исключения составили только данные акустической ринометрии и визуальной аналоговой шкалы. И вы видите, что рецидив полипоза по истечении 6 месяцев наблюдения возник только в группе у пациентов, не получавших клоритромицин. Клинические данные были подтверждены лабораторными, где мы исследовали уровень эозинофильного катионного протеина, маркера эозинофильного воспаления. И оказалось, что после операции у всех пациентов возрос уровень эозинофильного катионного протеина. Но после второго визита в группе приема клоритромицина уровень эозинофильного катионного протеина снизился и находился на базовом уровне до окончания лечения. В группе, где пациенты получали только маметазонофурат, уровень катионного протеина увеличился. Это очень интересные данные. Они действительно подтверждают противовоспалительное действие клоритромицина. И также они показывают, что после хирургического лечения происходит обострение заболевания. Это клинический пример, когда молодой человек с часто рецидивирующим полипозом каждые 4 месяца после операции получал в течение 6 месяцев клоритромицин. И мы видим, что заболевание находится под контролем. Рецидива полипоза не наступила. Айкос по поводу применения макролидов при полипозном риносинусите с силой доказательности В говорит о том, что действительно происходит предотвращение рецидива назального полипоза после ФС и улучшение симптомов хронического риносинусита. Метод может быть использован как опция для лечения хронического риносинусита с полипами. Четвертая причина – это воздействие на биопленки и внутриклеточных возбудителей. Про биопленки очень много сказано за последнее время, но тем не менее роль биопленок в патогенезе хронического риносинусита еще окончательно не определена, потому что у здоровых лиц также определяются биопленки примерно в таком же процентном соотношении. На этом слайде представлены микроорганизмы, которые формируют биопленки, в том числе и синегнойная палочка. И очень важно, что резистентность микроорганизма в составе биопленки может возрастать до тысячи раз. Хотя макролиды не обладают прямым антибактериальным действием в отношении синегнойной палочки, все равно было показано, что они разрушают биопленки путем нарушения процессов межклеточного взаимодействия бактерий. Также они уменьшают повреждающий эффект факторов вирулентности бактерий. И на чем хотелось бы заострить внимание, что цель лечения – это даже не эрадикация той же синегнойной палочки, а возможность переключить взаимоотношения микроорганизм-хозяин с активного инфицирования на относительно безвредную колонизацию. На данном слайде показано, как лоритромицин разрушает биопленку синегнойной палочки. Таким эффектом обладают только 14-ти членные макролиды. В одном эксперименте было показано, что при совместном назначении офлоксацина, обладающем прямым антибактериальным действием на синегнойную палочку и клоритромицина, эффект более выраженный, чем при назначении одного офлоксацина. Ирина Вениаминовна уже говорила о том, что непривычные возбудители, такие как, например, БГСА, могут персистировать внутриклеточно, и тогда они становятся невидимыми для пенициллинов. Также макролиды могут быть в этом отношении полезны, потому что в последнее время появились работы о том, что золотистый стафилококк может также персистировать внутриклеточно. Кроме того, мекоплазмы и хламидии, о которых тоже сегодня уже упоминал Сергей Яковлевич, также могут играть роль при хроническом синусите. Естественно, очень важный вопрос, насколько безопасна длительная терапия макролидами. По огромному опыту применения такого лечения сделан вывод, что побочные явления незначительны. Естественно, формирование микробной резистентности в популяции, пожалуй, является самым главным противопоказанием к их частому назначению. И также поступающие в последнее время сообщения о кардиотоксичности делают их применение необоснованным у пациентов с нарушениями сердечного ритма. Однако здесь тоже хочется сказать, что наибольшей кардиотоксичностью среди макролидов обладает азитромицин, не акваритромицин. Также обязательно нужно учитывать нежелательные лекарственные взаимодействия, которые могут усиливать кардиотоксичность. Конечно же, мы не назначаем длительно макролиды при хроническом риносинусите в рутинной практике, но в отдельных случаях этот метод может быть очень полезен. Какому же пациенту может помочь данная терапия? Естественно, это должен быть пациент без каких-либо нарушений сердечного ритма. Также не должно быть атопии. Хорошим маркером является сывороточный IGE. Это несложное исследование, но проводится во всех лабораториях. И его уровень не должен превышать 150-200 нанограмм на литр. Обязательно в ходе сбора анамнеза нужно удостовериться, что пациент не принимает статины, варфарин, блокады H1-гистаминовых рецепторов, а также препараты, пролонгирующие интервал КУТЭ. В основном в эту группу попадают пациенты в отношении симптомов заболевания, у которых неэффективны глюкокортикостероиды. Такие пациенты действительно есть, и мы говорим, что они резистентны к глюкокортикостероидам. И особенно если хирургическое лечение им также не помогает, то они могут быть претендентами для такой терапии. Для длительной терапии макролидами назначают хлоритромицин в дозировке 250 мг в сутки в течение как минимум 3 месяцев. Если пациент хорошо переносит терапию, то лечение может быть пролонгировано до 6 месяцев. Если пациент обратился к нам в момент обострения риносинусидного, сначала можно провести 14-дневный курс лечения препаратом в обычной дозировке, а потом продолжить уже сниженной. Таким образом, применение антибиотиков при хроническом риносинусиде оправдано лишь в отдельных клинических ситуациях. При обострении хронического риносинусида показан короткий курс антибактериальной терапии. У пациентов рефрактерным к стандартным методам лечения, таким как глюкокортикостероиды, хирургия, или если человек подвержен хирургическому лечению, удалению полипов, может быть назначена длительная терапия макролидами. Большое спасибо за внимание. Пусть каждое наше решение по назначению антибиотиков будет сбалансированным и главное не навредить.